Всё случилось на переезде неподалёку от посёлка Сахарный. Со слов железнодорожников, водитель машины остановился перед путями, а затем по непонятной причине автомобиль снова поехал, прямо под поезд. Затормозить почти 200-тонный локомотив машинист просто не успел. В результате поезд протаранил машину и протащил её два десятка метров до электроопоры, и там её буквально разорвало пополам, а водителя выкинуло через ветровое стекло. Он упал между путей, поэтому движение поездов перекрывать не пришлось. Подробности столкновения поезда с осенизаторской машиной сейчас устанавливает полиция, и объяснений никаких не даёт. Впрочем, пока силовики измеряют с рулеткой тормозной путь поезда и записывают показания, к составу и свидетелям не допускают не только журналистов. Железнодорожникам, например, запретили расчищать путь. Пока остаётся загадкой и главный вопрос, почему водитель машины не пропустил поезд? Дорога на этом участке просматривается на километр. К тому же машинист локомотива должен был сигналить, а светофор на переезде в рабочем состоянии. Прояснить ситуацию могло бы видео с регистратора, который установлен в локомотиве, но предоставить его железнодорожники отказались на отрез. Впрочем, помочь могла бы и видеокамера с переезда, но, как ответили в ГИБДД, дорожный знак просто обманка.